МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить». Сегодня, как и всегда, у нас факты и комментарии по поводу наиболее заметных событий рязанской жизни. А главные темы таковы. Стипендия будет. Руководство РГУ развеяло слухи о задержке положенных выплат студентам. Тоже люди, соцработники и священники помогают рязанским бомжам пережить морозные дни. Конец долгострою рязанской власти отыскали инвесторов, которые, по всей видимости, все же доведут до победного финиша возведения гостиницы на Первомайке. А теперь к подробностям, но вначале о слухах, которые надо либо подтвердить, либо опровергнуть. Среди студентов Рязанского государственного университета понемногу, но распространяется известие, что январскую стипендию теперь им дадут только в марте. А связано это с проведением Сочинской олимпиады. Ну, как в старинном фильме про басмачей. Всю воду в пулеметы. Как-то очень уж не поверилось нам, что игры будут проводиться на студенческие игрушки. Но такую вот, как принято выражаться, утку запустили. Сегодня университетское начальство эти слухи категорически опровергло. Срок выплаты стипендий в Рязанском государственном университете составляет 23-го числа каждого месяца. В настоящее время студенты университета стипендию не получили. Связано это с тем, что выплата стипендий осуществляется за счет федерального бюджета при получении университетом средств, так называемых, субсидий на иные цели. То есть субсидий на выплату стипендий. По состоянию на 14.00.29 января университет этих средств из Министерства образования и науки Российской Федерации не получил. Но мы надеемся на поступление средств в самое ближайшее время, поэтому стипендии будут выплачены, как только университет получит бюджетные средства из Москвы. И не будем пока уходить из Рязанского госуниверситета, который в последнее время прочно удерживает статус ньюсмейкера. Напомним, ректора в альмаматор так и не выбрали, что не может не тревожить как вузовскую, так и всю рязанскую общественность. Прошла даже информация, что процедура выборов ректора проходила с нарушениями. Но сегодня в нашем эфире комментарий по поводу выборов ректора РГУ. 111 бюллетеней было роздано, 111 бюллетеней оказалось в урне для голосования, 111 бюллетеней действительны. Поэтому я с трудом могу себе представить ситуацию, в которой вот что-то, какое-то нарушение могло здесь произойти. Мы сообщили результаты выборов, как это и положено, учредителю, то есть Министерству образования и науки Российской Федерации. И далее учредитель будет принимать решение о том, как будет развиваться ситуация дальше. Продолжаем программу. С 11-го года в Рязани по утрам можно видеть людей, раздающих еду и горячий чай невеселым личностям без определенного места жительства. Картина, конечно, грустная, но в чем-то и жизнь утверждающая. Как уж там люди оказались на улице, вопрос второй. Но то, что и они находят поддержку, конечно, хорошо. Работа с бомжами идет в социальной патруле, организованной при региональном Минсотзащите. Теперь в этом направлении проявила инициативу Рязанская епархия, священники привозят городским бродягам горячий суп, который специально варят прихожане. Особенно нужна такая поддержка бездомным в морозный зим. Как раз такие денечки, которые сейчас наступили. Сегодня утром наши авторы сняли очередную акцию социального патруля в районе вокзала Рязань-2. В Рязани работает своеобразная привокзальная столовая для бездомных. Выглядит это следующим образом. Три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам возле железнодорожного вокзала Рязань-2, а также в Дашках и на Московском. Паркуется «Газель». Именно эта кухня на колесах и называется столовой. Мы работаем уже третий год, поэтому уже все наработано. Нас знают, к нам приходят. Был разработан проект совместно с фондом социальной помощи, с боготворительным. И они выиграли грант в Москве, президентский грант. Называется он «Поддержка лиц безопределенного места жительства и занятия». Сейчас реализуем этот грант. На деньги этого гранта кормим. «Газелька» с небольшой гуманитарной помощью и пропитанием для рязанских бездомных была организована по инициативе Министерства социальной защиты населения. Поддержала соцработников и рязанская епархия. «Сегодня приезжали представители епархии, то есть это был горячий суп. И сейчас мы выдаем консервы, бутербродскую басу и чай, горячая с булочкой». Горячий суп, консервы и чай. Пайка вряд ли хватит и на день. И все же это неплохая поддержка для тех, кому сегодня не удается найти работу. Сейчас, пока морозы особенно суровы, столовая на колесах должна бы выезжать каждый день. Только на еду денег не хватает. А дополнительно финансировать данный проект, хотя бы в порядке спонсорства, пока никто не хочет. Невыгодно это дело. Продолжаем программу. Сегодня на пресс-конференции в областном правительстве рязанское начальство прояснило судьбу знаменитого долгостроя на Первомайском проспекте. Речь идет о здании гостиницы, которые начали возводить еще в советские времена. Потом бодрые сваи и фрагменты стен превратились в унылые развалины. Несколько рязанских мэров, каждый в свое время вкупе с региональными главами, пытались долгострой продать или найти партнеров-инвесторов, но тщетно. И вот минувшим летом появились первые обнадеживающие известия. Нашли. Очень осторожно муниципалитет объявил, что деньги для завершения строительства будут привлечены. Есть вроде как желающие предприниматели. Причем производственный профиль. Здание сохранится. Ничего другого, кроме гостиницы, тут не придумаешь. Ну, скажем, от себя, наверное, и не надо. А то воткнут нам еще один торговый центр, а они в тех краях и так друг на друге. А Рязани надо статус туристического центра развивать и высеть. Тут без добротной гостиницы не обойтись. С подробностями о судьбе Первомайского долгостроя Наталья Новикова. Замороженная около 20 лет стройка возобновит самые здания, переходящие из одних рук в другие, и до сих пор портящий внешний вид города наконец-то приобретет презентабельный вид. Все были заняты тем, чтобы найти инвестора для того, чтобы достроить этот объект. И причем не просто достроить этот объект, но чтобы сохранить его профиль. Потому что на сегодняшний день в Рязанской области не хватает гостиничных номеров. Поэтому и основная задача, и условия, которые ставилось, оставить тот же профиль именно эта гостиница. Работы уже возобновились. Вот гостиница в эксплуатацию рассчитана на весну следующего года. Это будет трехзвездочный четырехэтажный отель на 200 номеров с конференц-залом, подземным паркингом и благоустроенной территорией. Конечно, в центре города должен был появиться все-таки отель, где люди могли, гости комфортно себя чувствовать и проживать то время, когда они посещают Рязань, Рязанскую область. Мы сейчас активно очень работаем с инвестором. Правительство области вместе с городом помогает восстановить часть документации, которая на сегодняшний день была уже утрачена, так как этот объект, я уже сказал, около 20 лет переходил задний круг в другие, поэтому была утеряна часть документов, которым помогаем инвестор восстанавливать. Что ж, поживем, увидим и тогда оценим, как расцветет практически заброшенное и даже немного угрюмое место вместе с туристическим потенциалом нашей области. Сегодня на общем заседании Рязанской областной думы главный полицейский региона Николай Пелюгин отчитался по итогам работы регионального управления внутренних дел в 2013-м. Некоторые заметки по этому поводу у Глеба Галушкина. В своем ежегодном докладе начальник областного ОМВД Николай Пелюгин сообщил парламентариям, что уровень преступности в целом находится под контролем. Общее число преступлений выросло за год чуть более чем на полтора процента, зато количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось. Впервые за 10 лет, по словам Николая Пелюгина, снизилась смертность на дорогах. Депутаты облдума спросили начальника полиции региона, как обстоит ситуация с продажей нелегального алкоголя и наркотиков, и как в этом направлении работает служба участковых. В части работы с участковым я считаю, что не все еще резервы задействованы. Зачастую мы усматриваем, скажем, и невнимательное отношение к служебным обязанностям наших сотрудников. Вместе с тем принимаемые меры руководством управления внутренним, в целом территориальными органами позволяют в настоящее время гражданину, если он считает, что недостаточно качественной работы участковой на зверенном участке, и не только по направлению противодействия алкоголя, довести до руководства управления внутренних дел в формате телефона доверия, интернет-сообщения, те или иные факты халатного отношения. В сентябре прошлого года вступил в силу так называемый областной антирюмочный закон, запрещающий работу питейных заведений в жилых домах. Депутаты предложили подумать о введении каких-либо экстренных мер, чтобы побыстрее расправиться с нарушителями. Есть проблемы, и это несомненно. В том числе, как вы верно отметили, про игорный кризис, может быть, недостаточно жесткие меры, недостаточно жесткие санкции, на мой взгляд, как правоохранительные. Вместе с тем, еще раз говорю, абсолютно не обеляя себя, может быть, скажу, что при наличии тех результатов, которые у нас имеются, я считаю, работа ведется недостаточно. Какую я вижу по нацелям. По нацелям это совместная наша работа. В конце своего отчета Николай Пилюгин отметил, что впервые за последние несколько лет работа регионального управления полиции, оценена руководством Федерального министерства внутренних дел, положительно. Рязанские дорожные инспекторы провели очередной рейд на тему «Ходи на зеленого человечка». Пешеходы на городских дорогах доставляют полицейским не меньше хлопот, чем водители. То и дело, аварийные ситуации возникают из-за граждан, которые летят через проезжую часть, ничего не видя и не слышат. Куда несешься, Русь так и хочется воскликнуть вслед за Гоголем. А ведь несется пешеходная Русь прямиком в реанимацию, если никуда похуже. Рейдовала вместе с инспекторами ГИБДД Оксана Тебенихина. Как бы ни старались сотрудники ГИБДД, статистика по ДТП с участием пешеходов неумолимо растет. Виновниками в равной степени выступают обе стороны. Но никак не могут некоторые водители приучить себя к тому, что перед зеброй необходимо снизить скорость и внимательно осмотреться. С той же проблемой столкнулись и пешеходы. Привычка перебегать проезжую часть там, где вздумается, и тогда, когда захочется, наверное, уже закрепилась в их мышечной памяти. По итогам 2013 года в Рязанской области произошло 585 наездов на пешеходов. Печально, что очень значительно увеличилась статистика наездов на пешеходных переходах. Таких дорожно-транспортных происшествий было зарегистрировано 153. Практически ровно половина, более 300 дорожно-транспортных происшествий были по вине самих пешеходов. Перейти дорогу на красного человечка или проехать на запрещающий сигнал светофора – дело, можно сказать, в нашем городе нормальное. Но особенно удивляют некоторые мамочки и бабули, которые, несмотря ни на что, тащат своих малышей и внуков за ручку поперек зачастую обледенелой дороги. Встречаются индивиды, предпочитающие зимой перевозить деток на санках. Чаще всего сами родители нарушают правила дорожного движения, приучая ребенка к неправильному поведению на проезжей части. Мы наблюдали такие случаи, когда даже дети говорили, мама, давай дойдем до пешеходного перехода и будем переходить в проезжую часть. По пешеходному переходу нет же, родители, как правило, утром спешат, вечером спешат. Уважайте друг друга, господа! Ведь соблюдение элементарных правил дорожного движения спасет жизнь и здоровье вам и вашим близким. А водителю нервы и свободу. Неужели это так сложно? Сегодня в Рязани торжественно запустили цифровое вещание. Итак, добро пожаловать в цифру. Пока все это дело работает в столице области и окрестностях, а в этом мае ожидается запуск цифрового вещания во всем нашем регионе. На цифровом торжестве была Оксана Тевенихина. Сегодня в Рязани и некоторых районах нашей области началась трансляция цифровых каналов. Работа по реорганизации началась в конце прошлого года. И вот, наконец, долгожданный технический прорыв. На сегодняшний день у нас цифровое эфирное телевизионное вещание запущено на семи объектах в Рязанской области. Торжественная церемония запуска вещания пакета цифровых телеканалов первого мультиплекса совпала с открытием центра консультационной поддержки. 600 тысяч человек отныне могут наслаждаться отличным качеством приема телеканалов. Но расслабляться пока рано. Работа еще выше крыши в буквальном смысле. К маю этого года планируется запуск цифрового телевидения во всем регионе. Тогда же ожидается подключение передатчиков пакета цифровых телеканалов второго мультиплекса. А по неофициальным данным, к 2018 году мы сможем и вовсе попрощаться с аналоговым телевидением. И последний на сегодня в Рязани взял старт проект «Мишка». Это сокращенное от полного названия «Минифутбол в школу». Это общероссийское движение по внедрению этого вида спорта в школы. Проект охватывает возрастную группу ребят от 12 до 14 лет и включает в себя три этапа – школьный, районный и городской. Дело поддерживается на высоком уровне. Достаточно сказать, что с этого года турниры по минифутболу войдут в программу президентских состязаний. О начале соревнований в Рязани через несколько минут расскажет в программе подробности вице-президент Футбольной Федерации нашего города Виталий Громов. Интервью с ним мы записали накануне. А эфир программы «Время говорить» на сегодня закончен. До встречи на экране. Редактор субтитров А.Семкин